всем привет так пришел очередной телефончик на распаковочку и небольшой такой коротенький обзор 8600 ранее уже телефоны приходили ко мне неоднократно вот пришел очередной телефон комплекте у нас тут зарядное устройство юсбишное usb кабель стандартный наушники nokia тоже стандартный надпись на них диск овит ману на английском языке ну и собственно сама коробочка а вот и сам телефончик у нас здесь то есть в сторонку отложим и посмотрим что у нас здесь пришло пришло у нас здесь все в пленочках почти кроме задняя часть конечно не в пленке ну да ладно пленку я снимать не буду все лежит плотненько всей серии 80-х моделей мне наверное это нравится больше всего классная модель вот эта кстати фигуина для тех кто не знает прозрачная а сама такая не черного цвета темного вот и когда клавиатуры светится прикольно через нее свет пробивается видно клавиши там сидела камера тут на 2 мегапикселя качество в принципе неплохое но плохо что без этой без вспышки вспышка конечно было бы кстати почему не поставили вспышку здесь хрен знает ход шлейфа хороший такой чувствуется знаете такое как бы как объяснить усилие чувствуется то есть не то что я там как бы его почти да чуть-чуть подталкиваем потом сам вы же чувствуется конечно такое хорошее качество сборка отлично и заглянем что там с под крышечкой откроем вот у нас стенд листы и удовольствием у него пошла такая крышечка у нас металлическая батарейках и сюда клееночка закрыта для того чтобы аппаратик по дороге не включился батарейки у нас тут bp5 м с таким логотип чекам nokia оригинал переливается на камеру не особо видно но он там изображение у него того в глубину дается так внутренность у нас тут все чистенько все хорошо так так открою надевать сюда вот так вот хорошо дисби разъемчик там кнопочка все закрываем так это как было а вот так с все все прилегает плотненько все красиво можем даже по увеличивать посмотреть там чего вдруг чего порядке тоже хорошо так все нормально физических повреждений у дороге не приобрел клавиатура все хорошо все у нас тут замечательно и включаем телефончик так включается быстро без тормозов русский язык уже стоит батарея полностью заряжена звук такой качественный хороший что-то у нас там bluetooth включен надо его вырубить а где вырубать немного не помню как вырубать настройках настройки зайдем посмотрим настройки так дисплей сейчас еще тут может яркость поднимем параметры режим изображения экранная заставка экономия энергии так размер шифта на же ставку то же самое световой индикатор даже есть прикольно так ладно так так дисплей а чё где яркость ставить темы режимы обычный без звука это не то это у нас темы сигналы дисплей ладно а вот подключение устройство здесь bluetooth включить выключить bluetooth у нас выключен так как он у нас проверяется звездочка 400 кажись решетка на результат неизвестен вы не помню как проверять или не 400 ладно потом разберемся а наверно звездочка решетка звездочка решетка 400 решетка все точно у нас инфа по телефону так тут у нас значит nokia 86 00 luna версия прошивки 0404 05 11 rm164 так language 044 Nokia серия E вот это я не помню что там E обозначает что по регионам или что там они разные есть E, C там по-моему еще какие-то в общем не особо важно так по менюшечке у нас тут что как же у нас с экраном яркость экрана параметры изображения активный фоновый резонок мультизначки логотип оператор индикатор сот так экранная заставка отключил выход экономии энергии так так спящий режим световой индикатор ну блин ладно телефон может здесь языковые настройки защиты блоков приветствия запроса так что-то нигде не видно не обращайте внимание что найти него потому что я как бы не особо тут знаю что где в этом телефоне вот с подобных телефонов стать я уже делал звонки и мне очень нравится звук микрофона и динамика когда развалишь с собеседником такое ощущение как будто непосредственно с ним напрямую в живую развалишь то есть очень качественные микрофоны и динамики не знаю почему на современные смартфоны такие не ставят пусть там даже на 5-10 долларов дороже будет но по крайней мере блин будет качественный звук отличный вот почему такое не делать может дело конечно их поставщика что для всех запчасти одинаковые типы там этот сам по стандарту идет и поэтому вот так вот а нокия короче раньше для себя производила хотя она для себя никогда запчасти не производила ну по крайней мере по заказу делали для нее вот поэтому это может быть и дело вот такой вот у нас телефончик еще раз посмотрим внешний вид его экранчик экранчик в принципе видно нормально читабельно придираться не к чему особо то есть это просто телефон не как смартфон не это самое для звонилочка такая красивая так а что не светится клавиатура надо что-то там наверное выставлять где световой индикатор наверное что-то там раздупляется ну да ладно не сильно важно так что там у нас интересует интересно так 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 еще раз посмотрим это у нас кнопочки кстати звук регулировка громкости клавиатура это у нас в таком положении у нас клавиатура тоже активно вот так вот так ну в общем то в общем то в общем то в общем то все что тут смотреть больше нечего разве что только внешним видом любоваться телефон телефон красивый респектабельный металл пластик стекло это наверное не это тоже пластик стекла здесь нету ну все в основном металлическое ну как в основном я бы сказал наверное 50 на 50 50 процентов пластика 50 металлов потому что шлейф там есть тоже механизм который он здесь это тоже металл ну в общем вот так вот такой вот телефончик господа так вот все все как кain это вот все и все все и все все Продолжение следует...